всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог я в карелии мы были два дня предыдущего к увидели там не было связи интернет такой местный но местной базы но там вообще короче практически не работал я сегодня с утра уже съездила по делам быстренько и заехала в магазин давно в нем не было местной магазинчик который вот как раз к школу моего сына находится в которой я с сентября начну чаще заходить и все мясо скорее всего буду уже покупать там вот меч нужно будет в ленту поехать но в ленту я наверно завтра уже поедусь и не поеду уж ни охота никуда рядом пробках опять постояла и в общем в общем просит меня показывать вот мясные закупки да если где-то вот в этой лавке если покупаю до что покупаю вот так что вам сейчас покажу меня там уже девчули мои с ума сходят вот и разберусь сейчас мясо и в общем надо какие дела по дому сделать как обычно стирка и все остальное надо в ленту ехать потому что у меня заканчивается у меня все кондиционеры что закончились все перестирала вчера после поездки и короче мне нужно много бытовой химии всяк разный поэтому надо будет ехать в ленту поеду с детьми на работе закупка очень большая но это уже наверно следующее видео будет вот так что так что да давайте покажу вам мясные покупки ты мой мальчик ты сладкий а тут спишь да а я тебя опять мешаю пойдем мало будет мясо разбирать и тебе тоже даст кусочек мяско да у меня очень любит говядину да дом ност мама кусочек говядинки тебя пойдем вставать хватит спать пойдем кушать будем кушать мой родной шимать пристала опять ко всем пристаю я к тебе тоже покоя нет никакого просто мой лапочки сладенький ты мой котик любимый да ты посмотри какой ты хорошенький ну все не пристаю пойдем кушать пойдем мама мясо будет разбирать пойдем у меня не грязные руки нормальные руки у меня их помыла то клянусь тебе да ну все пойдем кушать каспер пойдем кушать у меня уже тут просто изнемогает девочки просто изнемогает она очень чует когда я езжу вот в этот магазин мне кажется потому что там реально свежее мясо видите что творится сейчас дам сейчас вот я набрала два пакета давайте покажу что что купила вот прямо закупилась мясом бонус покой сейчас давайте начну отсюда сейчас я вам покажу и дам ей косточку купила вот такое сало сало написано украинское не знаю вот такое вот должно быть очень вкусная женщина сказала что ну сейчас бона не разговаривай со мной женщина сказала что она очень вкусно прям такой мягенькая мягенькая кусочек сыра вот это белорусский сыр который мы любим сыном а очень вкусный моздам белорусский прям вообще суперский это шинка купеческая по 450 рублей сыр не помню сколько вот это тоже не помню и вот такая колбаска тут буквально чуть-чуть как-то она валенская называется 800 рублей за килограмм стоит но мы тут совсем чуть-чуть дальше куриную грудку двести шестьдесят пять по моему рублей за килограмм я взяла сразу много потому что у меня дети любят кушать куриную грудку соответственно я для них взяла еще распределена несколько частей дальше купила по 180 180 или 160 рублей это куриные желудки я их распределю и буду давать им попозже вот это косточки которые свиной хребет попадается вместе с ребрами мне даже порубили это накоптим и потом добавляем ну тушеная картошка общем копченая у меня муж сделает как раз тут набрала они стоят 65 что ли рублей для что-то в этом духе кусочек говядины очень хороший кусок прям смотрите какой стоит 620 рублей или 625 что-то такое за килограмм вот я соответственно взяла цены дешевле чем на говядину чем ленте в ленте вот такой кусок 800 к как минимум рублей за килограмм будет и вот две косточки которые у меня дети мои ждут кучули мои ждут вот это старший это младший самую маленькую выбрала это говяжью косточку девочки свины я не даю свинину вообще я не даю очень редко если я что-то готовлю могу там маленький кусочек без жира дать именно так не даю курицу даю индейку даю такой конечно и на суп хорошо они тоже очень дешево стоят что-то по 40 рублей по моему ты унесешь 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 или эти помочь давай мама поможет давай мама поможет пойдем положу тебя на травку пойдем на на ешь ибо счастливая и ты счастливая сходила я сейчас в огород собрала урожай свой небольшой во-первых вот эти яблоки у нас попадали но вот это очень вкусные яблоки у нас растут мы их просто едим хоть они бывают такие не очень бывает червивая но они очень вкусные я снимаю бону воду пьет как всегда все как обычно все как обычно домой хороший вот в общем мы видим эти яблоки больше ничего не делаем в компот я могу там шарлотку какой-то сорвала капусту но капусту надо было раньше срывать она у неспелая в общем капуста и ее ждут подъедают во всю поэтому я и сняла просто не надо было мне да поэтому она у меня лежала чем сняла капусту у меня еще две там нарастают это я собрала фасоль которая у меня на улице в общем она меня тут переросла фасоль это вообще стручковая фасоль ну как видите переросла в общем собрала тут у меня немного лучок один нашла я собирала уже снимала лук вот но что-то у меня затесался такой в общем куда-нибудь часов брошу в салат хочу сделать а салат я хочу сделать винегрет обычный вот у меня такая свекла но она небольшая она у меня не растет почему-то дальше не сам уж потому что холодно стало чем она у меня вот такая небольшая по сорту она должна быть вот такая длинненькая то есть не пузатая вот такая длинная в общем взяла три раздела маленькую мисочку салата не замуж надо наверно мне еще одно оторвать пойти и огурчики еще мне надо огурцы немножко собрать как раз огурцов меня тоже уже немного нарастает вот поэтому сделал хочу винегрет сделать сегодня кабачок это я собираю кабачки не жарить не буду я их собираю буду кабачковую кру делать вот и и все сейчас пойду еще огурчики возьму точнее поставлю свекла варится не знаю хоть не хватит мира хватит есть и хочу чуть-чуть сделать все маленькую мисочку винегрета потому что ну куда много вот ну а это я буду замораживать я сейчас помог почищу и просто заморожен а яблочки положу в миску мы будем их кушать на не очень вкусные вкусные сладкие ароматные яблоки вообще обалденные очень мы любим так что вот потихонечку собираю урожай а я тут решила сделать сметанку из вот этой закваски которая бак здрав я заказывала первый раз буду делать сметану вот я на литр сливок литр сливок там плохо перемешалась черт перемешаю целую вот эту закваску сметанки и еще вот это вот закваска косой косой на козой да вот который продлевает срок годности кисломолочных продуктов и сыров и она еще для при нем прочитала что не дает здесь размножаться всяким плохим бактериям еще нагрела сливки сливки у меня вот такие попробую из таких я не знаю где взять сливки нет в такой не в тетра парке да вот это вот упаковка а именно в как сказать в такой бутылочки как вот молоко недлительного хранения я не знаю где такие взять решила попробовать сделать вот с такими в общем у меня здесь литр то есть меня две вот такие коробочки и сейчас это хорошенечко я мешаю сливки я нагрела просто не кипятила просто нагрела и поставлю в духовку я делаю так как написано вот здесь вот здесь вот испачкала сейчас покажу как вот здесь вот то есть налить у меня литр сливок до нагрела их потом перемешивая добавить закваску на полного растворения и я ставлю в духовку при температуре 40 градусов эти нужно 30 36 в общем наверное у меня он постоит до ночи и поставлю потом в холодильник вот и потом уже переложу в какую-нибудь чистенькую баночку вот очень посмотрим что у меня заквасится я думаю что все получится потому что вот насколько мы не закрашивали да вот я до этого йогурт вам показывала вот и всегда все получалось не знаю вот сыры мы только еще не делали но так что поставлю ноженера в следующем влоге покажу какая сметанка получил то что она еще должна как бы постоянно стояться какой-то комочек образовался сейчас перемешала поставлю в духовку следующем влоге покажу какая получилась металла сливки меня 20 процент что-то у нас паспорт настало наверное сейчас дождь будет вот я хочу еще показать заезжала еще на почту получила свой заказ это с алиэкспресс я заказала вот эти вот силиконовые коврики которые мне безумно нравится я действительно перестала пользоваться бумага для выпечки очень мне нравится эти коврик девочки всем советую ссылку оставлю внизу в инфобоксе я заказала два размера себе вот такой обычно на таком я что-то немножко звука и вот такой совсем большой здесь вы знаете как это для эклеров да вот такой большой коврик пришли они мне вот так сложенные пополам вот пакетики просто вот один распаковала идет силиконовый как бы с такими дырочками у меня уже был вот такой коврик я показываю вам без прикрас точно такой же только серединка беленькая и он у меня вот со временем то есть вот это все уже не отмывается у меня пожелтел этому коврику наверное больше двух лет но два года это точно девочки я при том что он вот так вот пожелтел к нему все равно ничего не прилипает я все равно продолжаю им пользоваться мой его каждый раз и вот он просто стал вот такой вот у меня но мне иногда не хватает просто одного коврика да если я что-то там печенье какое-то выпекаю вот на видите получается два одинаковых размера тут на два одинаковых только здесь вот у черного немножко вот так вот скошены уголочки что было удобно форму класть да вот когда например печенье какой-то выпекаю там много да то чтобы вот сразу разложить на коврик или в два противня чтобы делать в общем 2 такой же то есть вот этот я бы несмотря на то что у него вот такой вид я его выбрасывать не буду потому что он здесь вот уже тоже вот это вот все не отмывается вот это все видите желтый не отмывается я все и выпечку и какое-то мясо запечь вот все на этом коврике тело очень мне нравится то есть я его не выбрасываю несмотря на его вот такой вид но хотя может быть потом да закажу еще один и вот такой вот черный я хорошенько перед тем как начать готовить я его хорошенько вымою отправлю в духовку постоит у меня минут может 15 при температуре 200 градусов и начну им замечательно пользоваться ничем не пахнет ничего в общем эти коврики это моя любовь и кстати кто-то из вас из вот кто меня смотрит девочек подписчиц давно вот как раз года два то тому назад мне рекомендовали вот эти коврики они еще фикс прайсах продаются везде но вот я тогда заказала на алиэкспресс потому что фикс прайсе не нашла и вот два года еще прослужит мне но может быть поменяю только из-за того что не презентабельный вид такой и вот такой вот большой тоже очень удобно даже если допустим так вот его сложить чтобы края на общем большой не знаю большими не так часто буду пользоваться но тоже мне пригодится в общем девочки кто хотел кто спрашивал вот очень очень советую вот что происходит с белым то есть он становится реально таким желтеньким но что делать и вот немножко здесь вот обугливается как бы я не знаю как вот это вот называть вот но вот такой жесткой теркой я его не тру потому что боюсь испортить вот это вот они дешевые короче отлично в общем всем советую девочки очень хорошая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok